Всем привет! Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие друзья! Народ все подключается, подключается, чтобы не повторяться. Давайте минуточку подождем еще. Так, вижу Вулканешты, Кишинев, Бельца, Италия, родные Фолешты подключаются. Ребята, онлайн, делайте, пожалуйста, репосты, кого не затруднит. Хочется довести эту информацию до максимального количества граждан Молдова. Так. Так. вот вам на Примарде Лаглудень так все тут ну окей я начну потому что на улице довольно таки прохладный ветер не очень удобно говорить значит что я собственно говоря хотел сказать значит сегодня вы все стали свидетелями того весь интернет пестрит заголовками нота протеста встреча Канду Филиппа Жездана Чеботаря значит с послом России что вот они оказываются у них там было очень много претензий каких то запросов российская сторона на них там не реагирует задерживает постоянно задерживают постоянно каких-то молдавских чиновников которые мало того что расследовали кражу миллиардов в Молдавии оказывается там они пишут что даже какого-то следователя который расследует не только кражу миллиарда с ней уже они разобрались все плохиши они уже хотят раскрыть как вывели из России более 20 миллиардов долларов вы представляете себе какой замах у плохиша я понимаю что за цирк они сегодня устроили сегодня они на весь на весь мир значит будут кричать о том что вот смотрите мы воюем с русскими русские там унижают там разного рода чиновников которые прилетают в Россию и даже работников силовых структур я объясню вам коротко что это за кино я вам давно говорил что постараюсь значит надеюсь так как не все зависит от меня но я ожидал что к 8 марта будет мандат на арест на имя Плохотнюка и я не понимаю почему Плохотнюк все так переживает и бьет сегодня в Россию значит кого-то там 35 раз не пустили 15 раз кого-то проверяли я хочу вам со стопроцентной уверенностью сказать что весь тот правовой беспредел весь тот бардак который творит Плохотнюк и его люди в Молдавии это политзаключенные это уничтожение бизнесменов вся страна платит оброк как во время татаро-монгольского ига понимаете то есть это Плохотнюк думает что в других странах то же самое Плохотнюк человек у которого все нормально с аналитикой и вот этот наш молдавский аналитик на Лабутенах значит естественно написал себе списочек всех преступлений которые для себя которые он совершил на территории Российской Федерации на территории страны Евросоюза понимая что в ближайшее время посыпятся удары потому что я много раз говорил о том что я знаю что есть уголовные дела против Плохотнюка и его людей и однозначно будут мандаты на арест и плохиш не сможет с его людьми покупать иностранных прокуроров судей и так далее потому что в мире нигде нет такого СРЛ которое сегодня устроил Плохотнюк в Молдавии поэтому ОПГ под названием Демпартия сегодня встретилась с чрезвычайным полномочием послом Российской Федерации в Республике Молдова будучи уверены будучи встревожены что вот-вот появятся какие-то мандаты на арест плохиш начал строить из себя жертву политических репрессий со стороны русских но господин Плохотнюк и все те кто делают анализы того что говорили вы от меня сегодня деталей не дождетесь потому что те дела в которых я являюсь свидетелем по крайней мере такие дела есть на территории Евросоюза еще раз подчеркиваю и наверняка Плохиш столько намутил еще за последние 10-15 лет в СНГ что сегодня его ждет то же самое и в Украине просто в Украине есть пока Петя Порошенко и за контрабанду сегодня украинцы не могут возбудить уголовное дело против Плохотнюка да у Плохотнюка ослабевает империя и все эти его ходоки в ближайшее время также поверьте будут арестованы будут арестованы в разных странах мира то что Плохотнюк передумает поверьте мне вы в этом скоро убедитесь я имею ввиду передумает касаемо того как он начал сегодня наезжать на русских потому что в ближайшее время будет мандат на арест от одной из стран Евросоюза на имя Плохотнюка и его людей что Плохотнюк ты тогда будешь говорить что европейцы заставляли тебя голосовать за какие-то реформы за закон о недискриминации и так далее и поэтому как бы ты уже будешь бегать сюда к русским Плохотнюк погорит из-за того же из-за чего погорел Филат и многие другие политики дорогие друзья значит те которые днем проевропейский по ночам пророссийский или наоборот таких и люди которые совершив огромное количество преступлений в разных странах мира у нас уже сегодня становятся спасителями Молдавии понимаете поэтому сейчас нужно просто ждать судороги Плохотнюка понятны значит могу сказать одно еще раз повторяю чтобы не было завтра спекуляций СМИ что на данный момент в нескольких европейских странах есть уголовные дела и Плохотнюк за это должен будет ответить я не могу раскрывать материалы делов которых являюсь свидетелем хотя про одно мы уже говорили значит но могу сказать что в отличие от того что Плохотнюк фальсифицирует и устраивает люди в Молдавии эти дела будут абсолютно законные а то что Плохотнюк забил истерику насчет России значит благодаря Плохотнюку его беспредельному мандату на арест на мое имя так как я нахожусь в России значит в ближайшее время начну узнавать начну узнавать для всех вас для всех нормальных независимых СМИ но то что происходит поверьте это уже первый сигнал о том что империя Плохотнюка начинает трещать трещать по швам значит посмотрю в чем он обвинит американцев и европейцев ждать осталось совсем недолго Дону Плохотнюк ну и та пушкария и кассата ты пытался уничтожить меня да плохиш ты сдержал слово создав мне на самом деле огромное количество проблем из-за тебя я сегодня не могу находиться в стране но господин Плохотнюк благодаря вашему маленько уже тупому аналитическому мышлению могу вам сказать что вы мне подарили массу свободного времени и сегодня я занимаюсь только вам вашим вашим режимом и ждитец покатоши щекария ланконжерпи Плохотнюк шакума как будто поличень понимаете собрал сегодня какую-то непонятную шобу и пошли они пошли они жаловаться что вы не жалуетесь когда на весь мир значит во всем мире узнают об украденном миллиарде а политзаключенных значит это вы считаете нормально а тут есть где-то реальные уголовные дела и Плохотнюк нервничает правильно делает пусть нервничает скоро я думаю даже полысеет хотя ничего против его прически не имею но вы понимаете наглость какая сегодня сидеть заявлять о том что они оказывается хотят расследовать молдавские следователи кражу вернее не кражу вывод из России 22 миллиардов долларов которые прошли через молдавские банки которые поверьте Плохотнюк крышевал и сегодня претензии которые есть Платону претензии которые есть Филату значит точно что-то было но без ведома Плохотнюка в Молдавии не пролетает даже банкноты больше 100 долларов без его ведома ничего в стране не происходит особенно какие-то отмывания в банках когда связан Национальный банк центр по борьбе с коррупцией судей и так далее о чем мы говорим и тут им видите ли русские они решили вместо русских расследовать как вывезли из России 22 миллиарда и тут им кто-то не отвечает на вопросы происхождения денег вам не стыдно Плохиш запомните вы все Плохиши для меня представители сегодня животного мира и поверьте мне что я вот эту культивацию молдавской флоры и фауны доведу однозначно до конца и вы будете находиться там где вам положено рекомендую вам задуматься над тем что вы делаете это я к окружению Плохиша потому что хозяин ваш скоро где-нибудь присядет и товарищ Плохотнюк сделайте завтра еще один брифинг и расскажите всем людям сколько раз вы выезжали за последнее время вылетали конкретно с момента как вы подали меня в международный розыск сколько раз вы вылетали на территорию Евросоюза и ответьте мне на вопрос в Евросоюзе вам тоже русские проблемы создают он даже купил себе эту должность в социнтерне не полетел на свою инаугурацию чтобы его где-то не приземлили где-нибудь в аэропорту и чтобы он там просто не завис не завис там надолго поэтому ребят сила правде мы обязательно победим и поверьте мне что обещанный женщинам подарок на 8 марта к сожалению маленько приподнялся но извините я не влияю на европейскую юстицию и вообще ни на одну юстицию в мире и как бы люди делают свою работу и эта работа однако значительно закончится положительными новостями для вас и очень плохими для плохотнюка и тогда мы поговорим про украденный миллиард и про отмытые через молдавские банки более 20 миллиардов долларов ты плохише организовал все эти схемы помойки транзиты и так далее и сегодня он видите ли решил расследовать но о чем мы говорим ребят просто барбос вот и вся ситуация значит хочу попросить еще раз выйти с идеи объединить всех реальные здоровые оппозиционные силы ребята давайте садиться за круглый стол украшения и украшения украшения и украшения и царя и его одномандатный округ кстати насчет одномандатных значит Плохотнюк перестань устраивать истерику по стране про одномандатные округа и так далее значит сегодня будет смешанная система и это придумал все ты Плохотнюк будет 50 на 50 или 30 на 70 ты парень творческий можешь в любой момент передумать но люди знаете одно у Плохотнюка план 1 50 на 50 смешанная система ему не нужны 100% одномандатные округа потому что Плохотнюк понимает что даже он не пройдет в районе в котором он родился потому что ну просто его собьют понимаете а Плохотнюк не может допустить например чтобы у себя в Неспаренах как они считают в проевропейском районе Плохотнюк проиграл вы представляете что будет если Майя Санду выиграет в Неспаренах у Плохотнюка будет очень грустно поэтому его устраивает сценарий 50 на 50 одномандатных 100% не будет потому что если будут все одномандатные округа то Плохотнюк может выиграть только в том случае если выдвинется от ночного клуба драйв и все те которые танцующие дамочки и то я думаю что Плохир за тебя не проголосует у них будут кандидаты точно посимпатичнее и помоложе не переживай поэтому дорогие друзья идем вперед значит оппозиция вся сесть должна реальная оппозиция должна сесть за круглый стол и мы должны сесть и строго обсудить четко написать план выйти с декларацией людям и объяснить и паштили и блажение и имени что Бога услав и капут к режиму Плохотнюк что тес гусганаш ищет я порсюм плацфуг на асайбе на асайбе посибилитате дя ровне република Молова он кодат в Адурецк посяры буна сперем Софии чего бун да сигур косавим чего бун и Плохиш ты готовься я давно готов в том числе тем провокациям которые ты в очередной раз затеял против меня и ты думаешь что ты такой умный и я ничего не знаю твоих людей Плохотнюк у тебя остается все меньше и меньше и можешь им увеличивать зарплаты еще два раза еще в два-три раза это тебя не спасет а я плохиш тот который покончит с твоим бандитским режимом и с теми сосками которые тебя окружают тоже всем пока